Мы как раз готовим программу на открытие, это концерт, который называется «Русский путь». Не случайно называется «Русский путь», потому что, ну, это обычно я всегда люблю, ну, помимо того, что люблю во время сезона многую русскую музыку играть, ну, особенно на открытие всегда стараюсь, чтобы были русские произведения. Конечно, подходы, ну, конечно, мы ищем уникальные подходы, чтобы не повторить те программы, которые в филармонии звучат или в Мариинском театре, в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. И вот мне кажется, что нам очень удалось в этом году придумать очень интересную программу. Это «Мусорский», это вступление к Хованщине, и сразу вокальный цикл детская, тоже «Мусорского». В оркестровке, конечно, кто знаком с этим произведением, знает, что это произведение, которое «Мусорский» написал для голоса с аккомпанементом фортепиано. И существует две оркестровки, Шедрина и Денисова. Мне кажется, что, хотя я очень люблю, конечно, Шедрин, мы дружим, но я выбрал оркестровку Денисова, мне кажется, что более такая фантазия. Дальше идет скрипичный концерт Глазунова, тоже не часто играют этот концерт. Я вчера пошутил во время репетиции со скрипачами, что они считают этот концерт как будто студенческий. Мы не считаем, что это студенческий, наоборот, он очень сложный и очень трудная каденция. Каденция, вы знаете, только это момент, когда солист играет один без аккомпанемента оркестра, очень сложная. Играет Анна Савкина, которая придет из Дома музыки с рекомендацией Сергея Павловича Ралдугина, с которым мы давно сотрудничаем, он очень много нам дал солисты, которые оказались все на высоком уровне, и поэтому мы очень всегда готовы с Сергеем Павловичем работать. И закончим этот концерт с исполнением Пятой симфонии Прокофьева, Нечиковского или Римского-Корского, именно Прокофьева. Конечно, музыка не самая простая, ни для нас, ни для исполнителей, ни для слушателей, но мы должны научиться. Правда, это у нас тоже как-то образовательная миссия. Поэтому, в самом деле, среди всех симфоний, которые Прокофьев написал, их семь, мы недавно исполнили седьмую, мы очень часто исполняли первую, это можно называть даже один из наших флаг, потому что мы умеем это играть очень красиво, даже уже почти без репетиции. Можно просто заявить, и сыграем, первую симфонию Прокофьева, сыграем. А пятую симфонию надо репетировать, очень серьезно, очень тщательно, потому что музыка намного труднее. Вот это концерт-открытие. Потом, конечно, как, слава богу, мы вернулись к абонементам. Есть абонемент, который с красивым названием «Cart Blanche Maestro». «Маэстро» имеется в виду я. Вот это, знаете, как-нибудь надо было оправдывать, что я люблю какие-то неординарные произведения. Поэтому, ну, когда «Cart Blanche», «Cart Blanche» уже невозможно сопротивляться. Ну, в рамках этого абонемента мы представляем музыку, которая, ну, тематическая, да, например, первый концерт у нас называется «Море в музыке». Ну, это не от того, что, да, в России очень часто бывают такие магазины «Море сумок», «Море обувь». Это, это чуть-чуть другая концерт. Поличайно. А это «Море в музыке». Почему? Потому что, конечно, мы исполняем, например, симфонические эскизы Дебюси, «Море», «Четыре морские интерлюди» из оперы «Питер Граймс», «Бенджамина Бриттена», «Морские картины» Эдварда Эльгара и «Море», «Симфоническая поэма «Бридж». То есть, ну, видимо, это, это тема, которая заинтересовала многих композиторов, и, ну, меня интересно, да, это, среди этих произведений есть, как минимум, два произведения, которые числятся среди самых любимых у меня. Вот. Дальше. «Мужской против женской». Почему? Потому что исполняем, например, «Блудный сын», «Дебюси», «Дева избранца». Вот это сопротивление. Потом «Груди Терезы». Это опера «Пуленко» в концертном исполнении, и там есть очень сильное сопротивление, да, потому что она вдруг объявляет, францужинка, конечно, она Терезе, Терезе, она объявляет, что «Вот я больше дети не буду рождать, и пусть муж делает это, я занимаюсь другие дела, мужские дела, она даже избавиться от груди. Ну, у нас не будет такого, поскольку это концертный исполнитель. Вот потом тоже очень-очень интересный проект, о котором давно я думал, называется чуть-чуть похоже на фильм «007» «Из России с любовью». Был такой кинофильм, по-моему, «Джеймс Бонд». Вот почему называется так? Потому что я хотел исполнить произведение, где слово «Россия». Ну, например, «Русская авертюра Прокофьева», опять «Симфоническая поэма Балакирева», «Русь», «Концертная фантазия на русской теме» и так далее. Вот, все, что касается России. Много еще. Мы можем, вообще, цель и абонемент на сколько лет впереди с произведениями со словами «Россия». Вот. И, наконец-то, поскольку я пианист и не только дирижер, есть один композитор, с которым у меня очень, можно сказать, тесные творческие отношения. Это Морис Равель, тоже француз. И у него практически все произведения, которые он написал, либо сначала для фортепиано, либо сначала для оркестра, он потом не смог себя сдержать от того, что вот, те, queи он написал для фортепиано, он оркестровал, а те, которые он написал для оркестра, он, наоборот, переложил для фортепиано. Поэтому Поэтому у меня этот процесс, сам процесс очень интересный, и я решил показать некоторые из этих, конечно, среди произведений, которые бывают на этом программе, есть известнейшая картинка с выставкой, которую написал Мусоргский, и самая известная из всех оркестров, это оркестров Горавеля, хотя существует, по-моему, 11 оркестров. Вот. Дальше есть серия концертов, где, например, тоже определенная тематика, которая меня интересует. Вот, допустим, первый концерт называется «Жизнь артиста». Исполняем впервые в театре, и очень редко исполняемый в России концерт, красивейший скрипичный концерт, Эрика Корнголда, вот, потом, Рихард Штраус, «Кавалер Розы», все это из оперы, и как раз «Жизнь артиста» — это известный в Валсе. Дальше, музыка планеты, имеется в виду, да, по разные точки планеты, как сейчас Google Maps, вот это называют музыкальный Google Maps, «Ночь в Мадриде», например, да, «Равель Вальс», который написал француз, но по тематике Бенского Вальса. Стравинский «Данс Консертант» и «Маркес Дансонова» — это, конечно, это Южная Америка. А потом, как, ну, чтобы сбалансировать, знаете, как у нас президент очень часто рекомендует нам, чтобы надо, например, иметь в театре мебель руссо-российского производства. Ну вот, мы имеем музыку. Вот, например, «Русский вас» называется, да, и там Шостакович, вальс из балета Золушки Прокофьева, вальс Свиридова, Глинки, Хачатурян, Хачатурян, конечно, не совсем русский, ну, ну ладно, хотя бы не Гоги какой-нибудь, а Рам. Вот, а последний концерт из этого цикла — это «Танец в опере», это тоже тема для меня очень интересная, потому что, знаете, обычно, когда дирижеры дирижируют балеты, это придется, да, даже сам лично слышал, как Юрий Катюевич Немешканов прокомментировал, что нет, я не буду дирижировать балеты. А почему? А потому что в одном я не могу дирижировать. Вот, это очень трудно, в самом деле, это непростая задача. А когда балет идет в рамках оперы, ты, как главный дирижер постановки, имеешь чуть-чуть больше право сказать, здесь нельзя четыре раза медленнее танцевать, здесь надо танцевать по темпу, который был написан. Вот, поэтому, например, ну там мы исполняем «Вальпургевая ночь», из оперы «Фауст», «Гуно», и, естественно, наши любимые половецкие пляски. Времена года «Верди», «Верди» не «Вивальди» из «Сицилийской вечерни», танец с ними покрывал из оперы «Соломея», вот, и, может быть, даже будет участвовать наш балет. Мы об этом думаем. Конечно, потом наш популярный, самый популярный среди семь абонемент – это «Музыка и сказка». В этом году «Шелкунчик», «Конек горбунок», «Царевная лягушка», «Книга джунглей», «Крокодил». С нами будут известные актеры Сергей Мигицко, Алексей Кортнев, Наталья Круглова, Дмитрий Лисенко и Миша Морозов. Хороший друг. Вот. Конечно, это не все, но у нас, как вы знаете, есть тематические концерты, которые, ну, 8 марта, например, до 14 февраля. Я думаю, что мы все знаем, о чем я говорю, какие праздники. 27 ноября все знают, что это день рождения маэстро, что-нибудь будет, конечно. И также «Штраус Гала», и, конечно, наш Новый годный концерт. Поэтому, видите, как очень насыщенный сезон, мы становимся крепче и крепче каждый год. Но не менее важно, что в этом году, поскольку то, что касается оркестр, мы еще участвуем на постановке Виктора Борисовича Высоцкого «Вольшебная флейта». Мы очень рады это делать, у нас очень такая старая дружба, ну, в хорошем смысле, конечно. И, ну, те, которые нас любят, и среди вас очень много, если не все, помните, что у нас «Вольшебная флейта» уже была, была в рамках нашего оперного фестиваля «Опера всем». И вот концепция нам очень сильно понравилась, та концепция, которую придумал Виктор Борисович, о которой, конечно, он рассказывает еще раз сейчас. Вот поэтому мы решили делать то, что редко мы делали, то есть мы берем постановку, которая родилась для «Опера всем» и привезем ее. Конечно, это не будет абсолютно одинаково, будут, конечно, новые подходы, но об этом, я думаю, что расскажут. С вами, Виктор. Спасибо.